Я вас сегодня буду пугать очень страшным словом. Я даже сам боюсь его произнести, поэтому пока я оставлю его. Скажу вам лишь, что это Елена. Она тоже сегодня испугается. Я, наверное, страшная сама по себе, потому что маэстро решил всех пугать. Спасибо. Сегодня мы приготовим, как всегда, еду. Еду вкусную и здоровую. Это блюдо называется... Прости, Господи. Строчателло. Это итальянский суп. Очень забавный суп. Вы такого никогда не делали. Дай бог, кто-то из вас такое ел, если бы он бывал в Италии. А так это очень, знаете, такое, тем не менее, народное кандовое блюдо. Забавное, кстати. Так что на самом деле пугаться не надо. Повторите за мной. Строчателло. Ничего не перепутайте. Лена читает рецепт. Строчателло с фрикадельками. Вам понадобится куриный бульон, куриный фарш, яйца, тертый пармезан, сливочный сыр, манная крупа, лук, свежая зелень, соль, перец и мускатный орех. Фрикадельки. Лук измельчить и слегка обжарить. Смешать куриный фарш со сливочным сыром, луком, яйцом и зеленью. Сформовать фрикадельки и отварить их в бульоне. Строчателло. Яйца слегка взбить, добавить пармезан и манку. Посолить, поперчить и добавить щепотку мускатного ореха. Развести смесь холодным бульоном. Скипятить бульон и понемногу влить яичную смесь, помешивая венчиком. Варить 3-4 минуты. Как-то все по отдельности. Ничего не бойтесь. Здесь, я сейчас перевожу рецепт на нормальный человеческий язык. Лена в этом не виновата, она почитала так, как могла, потому что она читала то, что написано. Рецепт готовил я, но все равно себя порой тоже надо переводить. Значит, это будет бульон, который мы вольем в специальную смесь, состоящую из манки. И пармезана, яиц. Это будут фрикадельки, которые мы отварим отдельно. Потом подадим бульон с фрикадельками. Собственно, все, третий класс, вторая четверть, на самом деле, ребята. Все очень просто. Почему же тогда так называется страшно? Но это ихнее слово. Я, к сожалению, не знаю, что оно означает. Либо это то, что переводится как-то конкретно, либо это просто, может быть, какое-нибудь, не знаю, географическое название. То, что не переводится вообще. Ну, образования у меня не хватает, в общем, по мне же видно. Поэтому давайте приступим к делу. Значит, сейчас Лена идет за продуктами. А я тут разбираюсь, где у нас тут бульон, где у нас тут вода, где у нас что. Строчателло. Бывают же такие необычные названия. Я так понимаю, из вот этой птицы мы будем делать как раз куриный фарш. Да, мы сделаем фарш. Зачем там целая курица? Ну, я вам покажу хотя бы, что такое курица. Кто-то, может быть, уже давно не видел. А, так это курица зовут строчателло. Это имя. Нет, из курицы будут фрикадельки, которые будут добавляться в строчателло. Ну, давайте я сейчас для простоты эксперимента вырежу грудку, потому что в грудке самое полезное диетическое мясо, оно не жирное. Я тогда, может быть, пока лук... Да, лук, потому что нам его нужно обжарить. Повторяю, мы сейчас занимаемся фрикадельками только. То есть это вот как раз более технологичное, да, приготовление этого блюда. Сначала фрикадельки, потом все остальное. Разумеется, да, потому что с фрикадельками нужно повозиться, а суп, как вы помните, варится 3-4 минуты всего. Да, такой быстро суп. Ну, это, конечно, имеется в виду, когда уже бульон у нас кипит. Ну, вот как раз бульон, говорят, что это весьма нездоровая субстанция, поскольку в бульоне всякая такая самая гадость, которая есть в мясе, в этих косточках, вываривается и остается. То есть это тот отвар, который необходимо сразу отправлять куда-то на помойку. Лена, по-вашему, получается, что из косточек и из мяса вываривается только гадость, а ничего полезного оттуда не вываривается? Ну, это я так, да, это я начиталась во всякой интересной литературе. Понятное дело, что... Покупаешь журнал, открываешь его, а там написано, что бульон – это вообще чуть ли не смерть на кухне, что ни в коем случае не нужно этого делать, что если варить какие-то супы, то делать это на чистой воде, как минимум. Нет, давайте мы сегодня сняем на бульоне. Более того, вы ведь не видели, как я варил бульон? Я этого тоже не видел, но я знаю. Так расскажите, да? Я могу сварить бульон вслепую, потому что... Я всегда, когда варю бульон, из курицы ли, из говядины ли, из телятины ли, из баранины ли, ну, из свинины, как вы понимаете, бульонов-то не варят, тем более на нашей кухне. Я всегда первую воду сливаю. Вот положил продукт в кастрюлю, налил холодную воду, промыл продукт прежде всего, налил холодную воду. Когда вода начинает закипать, когда образовалось уже много пены, я не снимаю эту пену. Я беру вот так вот содержимое всей кастрюли и вышвыриваю в раковину и выливаю этот первый бульон. Вы промываете мясо? Потом я промываю холодной водой мясо, смываю с кастрюли накид, которая по стенкам пошла, и в чистенькую кастрюлю кладу уже промытое, схватившееся теплом мясо, заливаю снова холодной водой и тогда уже варю полноценно на бульон. Так что... Вы еще любите добавлять туда какие-нибудь корешочки, сельдерей? Я предохраняюсь, я всем советую женщинам предохраняться, в этом смысле, потому что так сейчас у местного ребенка, потому что уходят антибиотики, но не все немножко уходят, уходят всякие там гормоны, которыми кормят птицу. В общем, во всяком случае, мы меньше получаем вот этих вот веществ, которые кушает курица, благодаря человеку, естественно. Ну вот. А вареньки луковицы хватит или все-таки не хватит? Хватит, хватит. Мы сейчас ее обжарим, ну так слегка, это не значит, что мы будем ее обжаривать вот так вот, как вы это представляете себе, друзья. Ну и мы уже не удивляемся, что сочетание обжарим на кухне, где готовятся вкусные и полезные пищи. Да, сейчас я вам покажу, что такое обжарить в здоровом смысле. Пока я возьму прибор. Это блендер или кутер его можно назвать. Зелень там еще есть в рецепте. Зелень нужна какая? Все равно какая? Какая есть или определенная? Петрушка, кукла? Петрушка лучше. Много? Это много. Немножко поменьше. Ну, у нас не так много будет фрикаделек. А вот так? Хорошо. Только листики мне, стебельки не нужны. Почему? Это же все равно фарш. Ну, потому что они все-таки будут жесткими оставаться. Я немножко солю курицу. Все помните, что мы сейчас фрикадельки только делаем? Да, потом уже страшное слово строчитело. Молодцы. Давайте не лили на лук. Проверяй, не певеряй. Сейчас он будет жариться. А мне всегда говорили, что нужно разогревать масло. Сейчас сковороду. В данном случае это не варка, потому что нам корочка здесь не нужна. Уже шипит. Уже поехали. Далеко едем. Что там у нас еще в фарше? Яйца, тертый пармезан. Тертый пармезан. Вот это шикарно. А нет, это в строчителе. Тертый пармезан в строчителе, правильно. Со сливочный сыр. Проверяю ее. Не менее шикарно, я хочу сказать, в фарше есть сливочный сыр. Мы сейчас сливочный сыр не положим. Мы сначала немножко измельчим курицу. А только потом, что сыр потечет. Понимаете, почему потечет? Ну, не знаю, наверное, при взбивании каким-то образом там какое-нибудь расслоение. Не-не, там просто, когда мы... Я так привыкла к каверзным вопросам уже на эстро каждый раз, что я могу ожидать всего, чего можно. Когда мы продукт измельчаем, он нагревается от трения и теплым становится. Поэтому вот такой сливочный сыр, он может потечь от нагревания. Поэтому мы сначала измельчим мясо, а потом только смешаем с сыром аккуратненько. Зелень? Зелень можно сразу. Туда же, в мясо? Да. Сливочный сыр, лук, яйцо и зелень. Яйцо еще. Лук готов, видите, никакой корочки нету. Он просто схватится у нас. Так а зачем тогда его не в сыром виде, а вот схватить? Потому что из него уходит вот эта сыринка неприятная. Потому что сырой лук и курица, ребята, ну это преступление. Я считаю. Вот сырой лук и курица. Фарш. Поэтому из лука надо убрать вот это все. Он становится ароматным, прогретым. Вот тогда он хорошо с курицей работает. На такой удивительный приемчик. Я с таким никогда не сталкивалась. Всегда добавляла, если это фарш, то обычный лук, сырой. Курицу не надо. Не надо в курицу. То есть это только с курицей такая история? С курицей, ну как вы понимаете, говядина с луком, сыром хороша. И в котлетах, и в пельменях. В нездоровых пельменях тоже хороша. Мы же делали с вами как-то здоровые пельмени. Ну зачем же вы так? Ну мы же, наверное, там делали то ли с рыбой, то ли с чем, я не помню. Ну мы делали с сыром, пельмешкой, с кузем. Ой, шикарно. Как вспомню, так вздрогну. От освещения. Вот мы сейчас делаем фарш. Машина измельчает курицу. Куриное филе нежное очень. Оно хорошо поддается измельчению. А мы вот эти фрикадельки будем варить в том же самом бульоне, что и потом в старочетелле, или как? Нет, да, но на самом деле фрикадельки можно сварить и в воде. Это не принципиальная вещь. Они же и так будут без сны. Мы их не варим в бульоне, в том, в котором они будут подаваться, ну чтобы не было мути особенно. Хотя этот суп с черочетелло, он страшный еще не только потому, что само слово страшное, а еще и потому, что он вот такой хлопьевидный суп. Ну, если там яйца, манка. Мутноватый, да, поэтому... Такая разница, в какой воде это все варится. Нет, ну мы не будем все-таки варить в этом бульоне. Мы сварим отдельно. Ну, такие правила игры. Ну, иногда интересно, да, вот таким образом есть. Правильно делать все. Вот фаршик неплохой уже. Мы сейчас добавим сюда яйцо. А срочный сыр? Еще чуть позже все-таки. Зачем вы мне дали яйцо вот в такой миске? Вдруг яйцо будет некачественное. Представьте, сколько продуктов вы изведете. То есть, Лена сейчас хочет сказать, я тут перевожу ее, что если я сейчас возьму вот так вот обортик, удалю яйцо, я не имею права делать вот так сейчас, потому что... А вдруг яйцо испорчено, оно упадет на фарш. Ну, много чего испорчено. Поэтому мы проверяем яйцо в мисочку, девочки. Только потом уже можем, имеем право. Я его понюхаю, Лена его понюхает обязательно тоже. Нормальное яйцо. Соглашусь с вами, поле яйцо. Вот знаете, все-таки, несмотря на то, что каждый раз из передачи в передачу мы вот этот прием проговариваем... Да, мы каждый раз говорим про яйцо, понимаете? Про посредническое блюдо, скажем так. Все равно, вот, насколько велик шанс, действительно, что яйцо окажется испорчено? Ну, конечно, сейчас, собственно, яйца всегда проверяли на выходной контроль. Да, есть на птицефаке, но, тем не менее, всякое может быть. Мало ли, курица там могла заболеть, мало ли, это яйцо где-то дольше пролежало. Может быть, в магазине что-то было не так, режим хранения и так далее. Яйца все-таки продукт живой, продукт животный. И надо с ними быть очень аккуратным. Всегда. Поэтому я рекомендую всегда взбивать яйцо, прежде всего, в какую-нибудь промежуточную емкость, а только после этого выливать яйцо туда, куда вы хотите. А некоторые для фарша берут либо, по-моему, один белок, чтобы... Бывает для куриного фарша белок, но, в любом случае, нам это не важно. Это нам не нужно уже? Нет, пусть будет, потому что я сейчас еще сыр, я через это отверстие... А, все-таки вот так. Да. Я думала, просто мы смешаем его. Не-не, пусть машина смешает. Машина эффективнее смешает сыр. Это молодой сливочный сыр. По-нашему, это протертый творог. А почему именно сливочный сыр мы для этого берем? Мы можем взять какой-нибудь другой. Для чего нам сыр в фрикадель? Нежность. Знаете такое слово? Слышала. Нежность. По-моему, даже такая песня есть. Про нежность. Эхо любви называется. Все, что про нежность, называется эхо любви. Назовем фрикадельки. Эхо любви. Стачателло эхо любви. Потрясающе. Я вам скажу, что вот это добавление сливочного сыра в фрикадельки не характерная вещь для нас. Но уверяю вас, что это будет очень хорошо. Хороший получился фарш. Я сейчас уже поставлю кастрюльку маленькую, чуть-чуть добавлю в нее воды для отваривания фрикадельчиков. Фрикадельки это то, что кругленькое и маленькое? Ну, не обязательно. Мы сейчас эти фрикадельки сделаем, чтобы не работать руками, чтобы руки оставались чистыми, с помощью двух ложек. Что будем делать? Будем брать небольшое количество фарша. Будем двумя ложками превращать. Такие вот клетки. Ну, это красиво. Котлетки такие продолговательные. Это вообще на нормальном языке называется кнели. Откуда такое слово замечательное? Тоже не знаю. А в кипящую же воду нужно? А вода уже практически кипит. А можно я тоже вот так? Сейчас я еще разочек покажу. А вот это строчителло. Это обеденное блюдо? Получается, это же бульон, но как-то... Это суп. Первое блюдо. Это определенно суп. В Италии суп-то не едят, конечно, в основном. Почему? Потому что в Италии первым блюдом считается ризотто, например. Ей понравилось, она играется уже. Это, наверное, от восхищения просто. Преклоняется перед вашим мастерством и талантом. Хватит уже, наверное? Хватит, конечно. Хватит надеваться на фарш. Все больше не буду. Ну вот, у нас есть прекрасные кнели-фрикадель. Есть. Это первая часть марлезонского балета. Видите, как достаточно быстро сделали, кстати. Так в четыре-то руки. Вот у меня есть прозрачненький, светленький куриный бульончик. Теперь мы сделаем саму строчителло. Сам этот страшнючий суп. Значит, трем пармезан. А много нужно пармезана? Правильно, тре. Ну, хватит. Пармезанчик. Знаете, сколько зреет пармезан настоящий? Сколько созревается... Куда три, наверное? Да, почти три года. Я вот смотрел в Италии на заводе, как его делают. Собственно, его делают-то быстро. Он зреет очень долго. Стоимость пармезана высокая именно потому, что... Ну, помещение как? Вот помещение зреет сыр. Вот помещение и переносит, так сказать, на сыр свою стоимость. А другой сыр для сравнения, сколько примерно зреет? Ну, обычный. Ну, есть соли, которые зреют две недели. А есть сыр, которые зреют, видите, три года, как пармезан. Яйца слегка взбить, добавить пармезан. Ну, яйца слегка взбиты, значит, давайте возьмем два яйца. Тоже выбьем их в миску. Выбивайте, Лена. Смотрите, она работает. Первая можно сюда, совершенно верно. Потому что здесь же мы застрахованы. Мы можем в миску поменять. У Лены сегодня право первого яйца. Право двух яиц, я бы все-таки сказала. Вот как-то так. Прекрасно. Тандем. Творческий, как у нас с вами. Шикарно. Теперь, ну, надо взять венчик. Сейчас я взобью яйца. Посмотрите, как. Взбивайте, взбивайте, Лена. Я вокруг вас просто хочу походить. Зачем? А правильно взбивает, Лена. Лена, знаете, почему вы правильно взбиваете яйца? А что вы имеете в виду, когда говорите? Знаете, почему вы правильно взбиваете яйца? А я по яйцам специалист просто, знаете. Нет, ну, все-таки. Не знаю. Хоть вы специалист. По понятиям не имею, это на интуитивном уровне. Я вам покажу, как неправильно взбивать. Давайте. Я не знаю, я хоть посмотрю, как неправильно взбивать. И вы сейчас сами скажете, вот почему я делаю неправильно, а вы делаете правильно. Так, конечно. Только надо побольше места. Не отойти. Как взбивают многие женщины, и многие мужчины тоже, люди. Вот так взбивают. Да, вы что? Ну, я имею в виду, что... Я, конечно, сейчас утрированно показал. Рожу скорчил. Ой, бабочка. То есть, нет, я имею в виду, что... Когда взбивают люди... Я не знал, что это такой экшен, клянусь. Нет, мне не надо смеяться. Я сейчас хотел вам показать, что человек взбивает всем корпусом. Он вот так взбивает. Он весь трясется, человек, потому что он загрепощен. А надо, чтобы рука ходила вот только в этом суставе, в локте. Вот рука работает. Только в локте. И то, и то не очень сильно. Бывает даже, что работает только кисть человека. А когда всем телом начинается вот эта вот тряска святого вида, да, тряска, это плохо. А многие люди так взбивают. Это дилетанты. Нет, потому что... Люди, у которых рука набита, они уже, да, по-другому работают. Человек тратит много энергии, когда он начинает всем корпусом взбивать там два несчастных яйца. Поэтому надо спокойно. Почему же несчастные? Либо вот у меня работает только кисть, или вот у меня работает тут, ну, где-то локоть может работать, да. Но, во всем случае, не надо там всю спину задействовать, спину задействовать, задействовать плечо. В этом нет никакой необходимости, ребята. Вот последите за собой, как вы вбиваете дома что-то. Вам будет смешно. Зеркало поставьте. Давайте... Лучше камеру. Давайте. Для истории. Давайте, значит... Я попрошу эту запись одеть. Это было нечто. Давайте, ну, я дегурожу... Знаете, вот, мне всегда... Мне всегда умиляет маэстро, когда говорит, а тут... Я женщина, я стою, что-то на кухне делаю. Он говорит, о, вы делаете правильно. А знаете, как неправильно обычно делают женщины? Ну, я женщина, я же делаю это все. Сколько вы уже возле меня здесь, на этой кухне? Ах, конечно же, действительно. Она уже забыла все. Женщины очень плохо запоминают добро. Что дальше делаем? Сколько она возле меня на этой кухне? Конечно, она делает уже правильно, были мне. Уже аж противно бывает, что правильно делает. Не переживайте, это ненадолго. Значит так, теперь манка, да? Да. Манку я насыплю сам, потому что здесь нужно быть аккуратным. Вот откуда вдруг здесь манка и вообще для чего она? Для загущения можно муку взять. Почему манка? Я вам скажу, почему манка? Это итальянская штука. Манка? Да, итальянский суп это. А вот в Италии мука, она очень своеобразная. Если кто-то обращал внимание на итальянскую муку, из которой, например, делают макароны, пиццу, что-то еще. Каких-нибудь твердых сортов пшени? Нет, но это понятно, что она, эта мука, вот если ее взять так между пальцами, потерять, вы ощущаете крупинки. Образивная. Она не такая вот в пыль, как наша мука, а она чуть крупнее. Вот это является уникальным смыслом. Поэтому, когда мы хотим приблизиться к Италии, надо брать не муку нашу, а манку. Или привезти из Италии. Или привезти из Италии, да. У вас бульон себя ведет прекрасно. Он потихонечку булькает и уменьшен нагрев, поэтому здесь все хорошо. Чуть-чуть соли я хочу сюда дать. Потому что бульоны, кстати, девочки, варят без соли всегда. Никогда не надо класть соль в бульон. Когда вы варите его. Когда там у вас еще кусочки мяса, там косточки какие-нибудь. Потому что соль способствует... Сейчас умное слово скажу. Омылению жиров. В бульоне всегда есть жир. Пока он варится. Его надо снимать, снимать, снимать. Но если будет соль, то при кипении жир немножко эмульгирует. Под воздействием соли он может превращаться, по сути, в мыло. Это придает мутность бульону. И вкус бывает. Знаете, такое бульон немножко солистый. То есть мы, получается, пока варим бульон, мы соли не добавляем вообще. А вот когда мы уже вымыли... Когда суп, ради бога, конечно, и то лучше посолить суп все-таки ближе к концу варки. Это очень важно понимать. А как вы добиваете такого насыщенного цвета бульона? А я кладу, знаете... Такой красивый. А знаете, я кладу подпеченные овощи. Я не просто кладу кусочек морковки, кусочек лука. А я кладу, например, половину луковицы срезом на сковородку без жира. Половинку морковки срезом на сковородку без жира. И сильно грею сковородку. И там подпалены возникают. Такие черные прямо подпалены. И овощи становятся очень ароматные после этого. Но эти подпалены, они немножко растворяются, дают такой цвет. Но этого не надо бояться. Это абсолютно хорошо, вкусно. И здесь нет ничего вредного в этом бульоне и так далее. Манная крупа. У меня уже тоже, видите, одна кисть, двух кладбер. Понимаете, надо манку сыпать, сыпать, сыпать. Но остановиться тогда, когда эта смесь еще способна течь. Дайте мне... Ай, 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 ай. Что? Я сначала начну. Меня подключите позже? Ниже никак? Можно ниже. Может, так будет более безопасно? Вот, Лена, вы можете перехватывать у меня сейчас черпак и перехватываться. Я просто сейчас убегу отсюда. Аккуратно мешайте, но так не сильно. Да и лейте себе потоньше, может быть. Чтобы хлопнями получалось. Ну вот как у меня. Вот это вот строчит его. А вот чепутку мускатного ореха мы добавим. Давайте добавим. Уже такой снятый? Да, да, да. С мускатным орехом он должен быть очень аккуратным. Не дай бог переложишь мускатный орех, будет горько и противно. Зачем тогда вообще его сюда? Для аромата капочку. Капочка для аромата. Все, берем тарелку. Я хочу зелени, Лена. Я хочу немножко зелени. Чуть-чуть, пару листиков шинкованных. Я считаю, что это очень детский супчик. Хотя для взрослых он весьма хороший интерес. Вот мне его интересно делать. Потому что вот когда льешь, тебе так приятно, что что-то ты льешь. Что-то там густеет, какие-то хлопья образуются. Знаете, что я сделаю сейчас? Я сейчас еще эти фрикадельки-кнельки немножко прогрею просто в супе, чтобы они прогрели. Ну а зелень, я так понимаю, та же петрушка? Петрушка, да. Никакого укропа. Мне вот нравится супа укропа. Почему-то вы бы не любите. Только петрушка. Какой супчик хороший. Такая взвесь получилась. Легкий-легкий. И очень приятно его во рту вот ощущать это все. За счет вот этих частиц маленьких, хлопьев. Все, ребята. Хочу, чтобы вы тоже, Лена, попробовали, потому что это хорошо. Вот так, слоями так наверху все-таки, вы видите, что? Ну, это немножко, да, конечно, это будет оседать немножко на дно. Очень нежно. Правда хорошо? Великолепно. Я сейчас могу немножко подправить фрикадельки, чтобы они лежали вот так вот. У нас цветочком, цветочком таких, трелистничком таким, да. И вот теперь можно уже вот так. Можно уже как-то так. Художественно, да, так можно. Все равно уже как-то. Вот видите, очень хороший супчик. Сможете повторить, Лена? Вы сможете повторить это вот дома теперь? Я думаю, что да, потому что я поняла, что, в принципе, этот супчик делается как-то из двух частей. Сначала делаются фрикадельки, в которые добавляется сливочный сыр. А сливочный сыр в самую последнюю очередь. А фрикадельки делаются из куриной грудки. Ну, я не буду там все уже перечитать, так, основное. А потом делается сама строчетелла. Берется куриный бульончик. Делается определенный сыр, пока куриный бульончик закипает. Мы движением одной руке, а не всего корпуса, взбиваем яйца, добавляем тертый пармезан, добавляем немножечко манки. Потом все это дело потихонечку вливаем в кипящий бульон. Получается такой хлопьевидный супчик. Яйца. Сказали? Да. Яйца, да. То есть, сейчас мы вот подвели итоги, как всегда, в нашей программе. Я очень хотел показать вам, дорогие дамы, этот рецепт, потому что он нераспространен, он непонятен. Все мы действительно знаем с вами, как загущать суп просто яйцом разболтанным, делать такую, так называемую, яичную паутинку. Но это сложнее и вкуснее, потому что здесь есть очень вкусный сыр пармезан и манная крупа. Напомню вам, что этот суп называется страшным словом строчетелла. А это была программа, посвященная вкусной и здоровой еде. Субтитры создавал DimaTorzok